Сегодня пятница, конец молочной премьеры и мы находимся в концептуальном бутике РДА, где по инициативе голландского посольства в Брюсселе выходит модное мероприятие «Fire Fashion Low Country» в Телл-Матт. В программу проекта входит серия лекций, шоу-румов, презентации и выставок в Антверпене, Амстердаме и Брюсселе. Пару слов на месте, предоставившим площадку для проведения данного мероприятия. Оно имеет краткое и лаконичное название «РА», что означает «Первые буквы и имен его создателей». Это известное место тусовки для творческой молодежи и просто творческих моды. Роман и Анна. Они партнеры, выпускники Академии моды Антверпена. Их объединяет желание внести свой вклад в объединение творческих людей. Добро пожаловать в РА. РА прежде всего это встреча двух людей, мои подруги Анны Кушнировой и меня. Мы решили реализовать вместе идею, платформу, где смогут собираться художники, фотографы, дизайнеры, музыканты, танцоры. Мы пытаемся быть открытыми для всех направлений. Когда начали проект год назад, в октябре 2011 года, путешествуя, мы стали контактировать с очень многими интересными людьми. А мы очень любим и много путешествуем. В общении с людьми рождались новые проекты. По дизайну, кулинарии, музыке. Нам доставило большое удовольствие делать из всего этого интересный микс. Рома и я, мы не бельгийцы. Рома француз из Парижа. Я из России, из Сибири. Родилась на Украине. И мы как бы выпускники этой школы, которая здесь. И она очень интернациональная школа. Поэтому большинство дизайнеров здесь, они не бельгийцы, а очень интернациональная коммуна. Здесь молодых талантов. Поэтому мы решили создать такую всеобщую интернациональную организацию. Потом, мне кажется, Антверпен, он очень такой нейтральный город, очень интернациональный город сам по себе. Поэтому я как бы тоже, это одна из причин, каким я здесь осталась. Я жила вообще своей жизнью в Испании, жила очень долго, и в Англии тоже очень долго жила. И Антверпен мне этим самым понравился, что он очень интернациональный, космополитный город. Книжный магазин – это удачная подборка книг по современному искусству и фотографии. Да, у нас мы работаем с куратором. У него лет пять назад был свой собственный магазин, тоже в этом районе. У него очень специализированный подбор книг. Он сам фотограф, он очень любит фотографию, он очень хорошо знает мир искусства, особенно мельгийского. В магазине также имеется уютный винтажный уголок. Услуга посетителей также предлагается кафе, где можно не только выпить, но и прикусить. Причем кухня с биоподуктов. Моё знакомство с дизайнером началось уже по дороге в Ра. Общительная и обаятельная Жатин Ван Пески пришла на вечеринку со своей четырехмесячной дочкой. Она рассказала, что проект начался в январе прошлого года, через год, как она закончила академию. Она из Голландии. Приехала в Антверпен учиться в академии моды и после окончания осталась в городе Носхельди. Уже два года занимается макраме. Кстати, её дипломная работа также содержала элементы этой техники. Жатин настроен на продолжить работу с макраме, хотя понимает, что такие модели больше подходят для показов, но с дальнейшим направлением деятельности еще не определилась. Эту работу я выполнила за 30 дней полностью самостоятельно. Заранее чертеж я не рисовала, работала прямо на манекене. Больше как художник, рисующий картину, комбинировала цвета, искала лучшие комбинации, подбирала нитки, вытаскивала и начинала заново. Вот так это создавалось. Паулин Ван Доннен предпочитает абстрактный концепт, увлекается археологией, следит за новостями инноваций, любит эксперименты с различными конструкциями. Я работала с очень мягкой замши, скомбинировала ее с кожей ягненка, порезала полоски и оплела вокруг металлической конструкции. Это одна моя модель из коллекции, состоящей из трех силуэтов специально для Fashion Low Countries. Идея заключается в попытке соединить воедино прошлое и будущее. Мне очень нравится работать с ремеслом, техники рукоделия. Я применила эти техники в работе с кожей. Я часто создаю коллекции интуитивно, это заметно в обуви. Например, каблук вырезан при помощи специальной технологии из пластикового стекла. Селин Десхеппер, 23 года. Идея создания коллекции с использованием дерева возникла из интереса к другим культурам и любви к различным геометрическим фигурам, мозаикам и пазлам. Почему у всех манекенов закрыты лица? Да, это было также в Амстердаме. Это своего вида попытка сделать равенство между Бельгией и Голландией. Также объединяет и соединяет веревка. Это такой объединяющий проект, чтобы познакомиться, поделиться знаниями и опытом. Так что я думаю именно поэтому. Обычно в рекламной кампании мы видим красивую легенду – модные торговые марки. В данном же проекте акцент был поставлен на процесс производства. На расположенном рядом с экспонатами мониторе мы видим, как это создавалось. Уникальность коллекции в том, что все они сделаны своими руками, индивидуальны и абсолютно не похожи друг на друга. Среди участниц проекта наша соотечественница – Лена Люмельская. Как говорится в известном фильме «Лучшие друзья девушек – это бриллианты». Это выражение подходит коллекции роскошных платьев от Лены Люмельской. Сочетание шелка с драгоценными камнями и украшениями из драгоценных металлов, безусловно, можно отнести к шедеврам дизайнерского искусства. В таком платье его обладательница на любом мероприятии притянет массу взглядов и затмит всех присутствующих своей красотой и роскошью. Сразу возникает образ знаменитости – гордые идущие по красной дорожке, под вспышки фотокамер на премию вручения «Оскар». Шесть дизайнеров из Бельгии и Голландии создали коллекции, сочетая на первый взгляд несочетаемые между собой материалы, используя новейшие технологии обработки при сотрудничестве с компаниями, работающими с этими материалами. Они подготовили по три силуэта, но на экспозиции в Антверпене мы увидели только по одному от каждой участницы. Проект начался в середине июля в Амстердаме, в течение недели моды. Далее Антверпен. Заключительная часть будет проходить в октябре в Брюсселе. Мы пообщались с некоторыми дизайнерами из «шестерки», принимающих участие в проекте. Скорее всего, то, что их шестеро имеют истоки в легендарной антверпенской «шестерке». Возможно, это вызов, что они следующие, кто получит мировую славу и признание. Войдут ли эти коллекции повседневной моды в нашу повседневную жизнь? Посмотрим. Но у них есть все шансы на успех, а успех уже сопутствует их создателям. С вами была Лена Задороженная, Антверпен, Драха. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...